Сегодня у нас 22 мая и небольшой обзор нашего молодого виноградника. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградосту и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградник по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Три года назад мы купили участок в деревне и посадили первые виноградные лозы. Здесь у нас виноград при стенке дома. Это технические сорта, довольно поздние. Кадар, Карибу, Марселан, Легенда. Почти всем этим кустам четвертый год. Единственное цитронное магарачо. Здесь ему третий год, мы его подсаживали позже. Ну и вот его красивые, уже довольно крупные побеги. Вот этот участок у нас планируется под пергулом. Ну и здесь в основном у нас посажены американские кишмиши. И большинство из них будет в этом году плодоносить. Вот этот ряд досаживали, поэтому здесь третий год кустам. Кицнурии. Дальше Каберне Дорса. Дальше вот у нас два куста Шардоне. Уже в прошлом году мы собирали небольшой урожай. В этом должно быть немножко больше. Вот это пошли уже кусты четвертого года. Здесь у нас ананасные, альминские, сафира, ливадейские черные. Это кристалл. Вот его досаживали позже. Также позже досаживали зигиребы. Вот они небольшенькие. Это я вам показываю уже кусты после проломки. Это пинануар. Пинануар и вообще просто монстры в этом году. Вот еще один куст тоже. Его позже садили. Ему третий год. И это после проломки. Здесь Дарнфельдер и Севар. Вот на Дарнфельдере пока что специально оставили такие побеги поменьше места. Здесь пока хватает. Он очень сильно рослый, поэтому посмотрим. Может проломаем дополнительно чуть позже, если на то будет необходимость. Здесь Ронда. Дальше еще один пинануар. Вот такие пушистенькие листочки. Дальше уже пошли столовые сорта. Брависсимо вот такой. Здесь полонез 50 и черный хрусталь. Роза ранее в прошлом году жировала. Думали, что будет плохо вызревать лоза. Однако вот урожая тут там будет. Подарок не святая. Тоже вполне неплохой. Здесь черная зубинка. Киш-Миш-Запорожский у нас переехал сюда. Куст молодой. Наверное, третий год. Да, третий год он здесь сидит. Уже в прошлом году тоже снимали урожай. Вот такая красивая дынька. Вот там у нас карнавал и урум. Богема, дружные побеги. Но, правда, пока они такие большие, как у некоторых других. Наташа Ростова. Вот это Бруно. Здесь участок гдилоза в основном третий год. Причем мы их высаживали, я рассказывала, прямо укорененными черенками. Никаких стаканчиков, ничего. Все, в кельчеватрии укоренили. Сразу на постоянное место посадили. Вот это у нас Гамлик. Тоже в прошлом году был сигнальный урожай. Вот такая здесь княжна. Энергодар и Белое облако. Здесь у нас Сюзанна. Дальше идет Слава. Кстати, Слава даже без корней был черенок, когда мы его высаживали. И в ролике про посадку я это показывала. Но, тем не менее, видите, здесь чуть-чуть еще не допроломали, да, вот до проломки. Видите, сколько здесь всего. Вот, вот это куст Славы. Дальше идет Графиня. Ну и так далее, и так далее. То есть еще тут 4 ряда. Можно ходить и называть. Нам понятно, что я назвала, что вам далеко не все. Тем не менее, видите, несмотря на заморозки, да, наша защита сработала. Хотя тут заморозки были и не такие большие. И вот наши кустики, наши лозы вот такие веселенькие. Дают нам работать. Да, много проломки, но мы специально и сознательно оставляем большой запас плодовых стрелок, если есть на то возможность, на случай всяких непредвиденных ситуаций. Лучше мы проломаем потом. По крайней мере, будем знать, что у нас есть запас, и мы можем выбрать лучшие. Ну вот это молодые посадки. Это посадки весна и осень прошлого года. Ну здесь, конечно, эти кустики чувствуют себя по-разному. Дело в том, что они были закопаны. И мы держали их вот буквально до последнего, только пару дней назад раскопали. Почему? Была угроза заморозков, да, и мы решили, что... Ну уже раз они сидят в земле, то пусть и сидят, чтобы лишнего не накрывать. Но на самом деле так делать не нужно. Потому что, ну, не очень им это нравится. Где-то все-таки молодые побежики подгорели. Конечно, кто-то вот себя так и неплохо чувствует. Кто-то вообще пробил все укрытия. Да, всю землю выгнал вот такие вот побеги. Рядом такой же сосед. Да, вот так. Они себя повели. Ну а те, кто был в земле, конечно, я говорю, не самая лучшая идея. И опять же, если так делать, то лучше песочком присыпать. Потом песок откапывать легче, чем обычную землю. Тем более, что у нас здесь земля такая глинистая. Поэтому откапывать ее не совсем комфортно. Как для нас, так и для растюшек. Вот видите, просыпаются. Кто-то вот так просыпается. Ну, ничего страшного. Они свое нагонят. Конечно, на будущее говорю, что мы так больше делать не будем. Будем откапывать. И если надо, укрывается заморозка. Потому что держать под землей так долго не имеет смысла. Мы только вредим лозам. Ну, а сейчас тепло. Может, дождик пойдет. Тепло и влага сделают свое дело. И они нормально пойдут в рост. Так что, в общем-то, все у нас довольно неплохо. Но, конечно, к этому надо было приложить некоторые усилия. В виде защиты от заморозков. Впрочем, весенние заморозки и весенние морозы для нас вообще не новость. У нас это случается практически каждый год. В целом, все неплохо. Стало тепло. Растет все прям на глазах и на дрожжах, скажем так. Вот только проломали, еще даже не все успели. Уже много чего нужно подвязывать. Так что, работы много. Ну, это работа приятная, заботы приятные. Будем надеяться на хороший сезон и хороший урожай. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!